Всем привет! Вы находитесь на канале FastGoyerTV и добро пожаловать в Crysis Remastered. Это та самая игра, которая в свое время взрывала компьютеры и первой частью, и третьей частью. И знаете, что я вам хочу сказать? В принципе, у ребят получилось сделать это снова, потому что я какое-то время провозился с настройками и думал, как же все-таки поставить так, чтобы и красиво было, и типа, ну, не слайд-шоу. Потому что графон в игре не то чтобы сильный, честно говоря, но при этом требует она достаточно много. В итоге я пришел к чему-то вот такому. Все стоит на ультра настройках, кроме шейдеров и теней, потому что стоит тени и шейдеры поставить вот выше высокого на максимум или Кеннаторан Крайзис. И FPS успешно падает в минус 40, что не есть хорошо. С текущими настройками, во всяком случае, на первой миссии у меня ни разу не выдавало ниже 50, там, 2-3, то есть игра идет где-то в диапазоне вот от этих 53 до, там, 70-80, в зависимости от того, куда вы смотрите. Поэтому попробуем пока что поиграть во что-то вот такое, возможно, потом... Я же размытие в движении выключал, какого черта? Возможно, потом мы что-нибудь подубавим, потому что, может, начнется какой-то более серьезный экшен, но пока что вот как-то вот так. Как минимум, одну серию посмотрим на супер-мега 8К на на костюм, а потом разберемся со всем остальным. Что еще? Голос костюма я поставил женский, потому что, ну, как бы, мне нравятся женские роботизированные голоса, да и в принципе... Кровь и... А, классический режим на на костюме я выключил, а кровь почему-то по умолчанию тоже была не включена. Язык, к сожалению, можно поставить только один, поэтому нам придется слушать Бурно в главной роли, твою мать, я не ослышался, серьезно? Один игрок и новая игра. Так, обычный бинокль противник говорит по-русски. А-а-а, серьезно? Без перекрестий, без предупреждения о гранатах. Обычный бинокль противник говорит по-корейски, чтобы не было понятно, что они говорят. Ничего себе. Обычный бинокль противник говорит по-русски, оружием управляет водитель. Бинокль упрощен, противник говорит по-русски. Я, наверное, возьму рядового, потому что я, честно говоря, не проходил Crysis первый ни разу. Я играл во второй, я играл в третий Но ни разу не прошел ни одну из частей Поэтому для меня будет что-то новое Давайте на рядовом Я что-то Я что-то не уверен В себе Да, я хочу начать новую, мать его, игру Вот так вот Пока что планирую полное прохождение, но там посмотрим по ситуации Думаю, что в принципе многие Захотят вернуться, в этой игре есть фанаты Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... Говорит командир. Высота 8 тысяч, курс 90. На радаре помехи, возможно, гроза. Никак нет, командир! Грозовых фронтов в вашем районе нет. Все чисто. Отбой! Вас понял. Значит, радар брали. Три минуты до высадки. Эй, номад! Ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока! Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. Два дня назад мы приняли сигнал бедствия судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа Хищник, подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски. После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание. Пять, четыре, три, два, один. Пошел, пошел, пошел! До встречи на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание. Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Вы видели? Номат ранен! Он потерял парашют! Парашют? Чертов парашют! И запасного нет! Держись, парень! Ты над водой! Костюм должен погасить удар! Номат! Доложи обстановку! Я в норме. Только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Но это же Бруно. Небудь попал в зону высадки. Похоже, всех раскидало. Перекличка! Всех здесь! Уже на марше! Шут на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь! Прием! Ацтек, ответь! Черт! Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточная энергия. Отлично! Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Маскировка включена. Проверь экран заданий. Экран заданий. Найдите и освободите заложников. Армия КНДР оккупировала остров в Филипинском море. Доктор Розенталь и четверо американских археологов захвачены в заложнике. Ваша задача освободить всех пятерых. Так, все действия, включая спринт, требуют батарейку, да? Понимаю. Боже, не лёжа, господи. Так, подожди. Подробное изучение рейдрейсинга. Эмм, ну типа, цвет есть. Ладно, пойдём. Копашный бой. Ууу. Можно подобрать. Шикарно. А о такой физике мы мечтали. Глушитель. Глушитель, неправда. Всё, у нас есть глушитель. Фонарь. Но он будет работать и не надо. Тактический блок. Климаторный прицел. О, удобно. Будь осторожен, номад. Впереди противник. Прицел не очень нравится, но типа... Берегись! Эй, извиняюсь. Я извиняюсь. Хэдшот не умер. Ничего себе. У меня есть ноги. У меня есть ноги. Смотри, какой костюм. Костюм 8К. Чтобы вы понимали, просто вот... Чисто для... Общего развития. Костюм имеет 8К текстуры. И тут как бы мы, ну... Не шутки шутим. Взгляд через... А. Можно переключать режим стрельбы. Кстати, сонные... Эти, не сонные. В смысле, можно стрелять одиночными. Можно стрелять дротиками. Что? Получается, одного я усыпил. Здорово. Мужчина. Я хочу осмотреть ваши текстуры. У нас такая. У нас... Первая серия будет... Комиссия по текстурам. Понимаете, можно просто бросать штуки. Огромные. Да, но я понимаю, почему, типа, какое-то время... Ну, куча лет назад это был прям фурор. К сожалению, я не очень могу сравнить... Качество, насколько игра прям вот... Сильно возросла. А тут имеет смысл посмотреть всякие сравнения. Пророк. Это Адстек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Растительность неплохая. Воду при таком освещении слабо можно. Что-то, блин... Тихо! Хватит издавать звуки. Воду при таком освещении странно будет рассматривать. Может быть, мы в какую-нибудь другую миссию это сделаем. Господи. Вот эти фрезы, про которые я говорил. Подожди. Пророк. Я тут не один. Что у тебя, Адстек? Корейцы. Четверо. Вот у этого голоса Буранова получается. Нет. Но они близко. Секунду. Что-то. Адстек, отвлечь! Матве сантиссимо! Адстек, заткнись! Вот это что ты говоришь, родная. Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Еба! Пророк! Помоги! Ну, русскую озвучку надо терпеть, конечно. Которая АКЮ. Ну, она же жрет энергию. Там противники будут кучу. Боже, что же тут случилось? Ты слышал? Что-нибудь со спиной так должно быть? Не нравится мне это. Черт! Сукин, ты зыр! Шут! Ответь! Что с Адстеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но, сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Адстек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно. Воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Адстека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт. Никогда не привыкну. Адьо, Омега. Нет, не у него. Все-таки у нас... Все-таки быть в теле Буронова крутым. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номат, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, Пророк. Или нет? Впереди какое-то движение. Включим вас керпу. Блин, у кого? Кого это было? Я клюсь, я слышал Буронова. Может быть, у меня глюки. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Просто ребята еще такие одинаковые. Очень похоже. Кстати, насчет физики. Есть определенное... Вот что-то в том, как я двигаю... Короче... Прицел. И мои руки, они при... Ого! Здравствуйте. Маскировка включена. Маскировка включена. Недостаточно. Так, я понял. У меня не то, чтобы много ХП. Ну-ка, еще корейцы есть? Вроде нет. Ладно, побежали. Номат, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, Пророк. Выполняю. Это я просто в плане того, как прицел себя ведет. То есть я чувствую, что я не то, чтобы прям вот... Ну, мне не очень удобно целиться. Не как это обычно в шутерах сейчас особенно. Мы обнаружили корейцев на побережье. Достань бинокль и следи за ними. я даже не уверен что похоже это и есть глушилка тушил ребят конечно молодцы так сделали но но нет это что-то слишком сейчас что же что мне интересно тогда реально надо вот чтобы было так давай я сделаю с вот так трассировка ставлю на максимуме все остальное сброшено высокие потому что это что-то вообще боль я и правда не знаю в чем это ну то есть где здесь они вот жрут все это железо то есть что именно сидите поставил высокий и не то чтобы не то чтобы фпс появился понимаю край таки край таки умеют делать грязь край таки умеют делать вот такие вот вещи страшные тут просто видно еще много сейчас я спущусь наверно должно быть получше не знаю но видимо дальше мы двигаем так потому что но иначе это это тут 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 с этими настройками ну реально больно устами крутится на чем вы делали эту игру интересный вопрос появился на на 3090 вот он где нифига себе не меня видит не живешь господи за курицами напрягает да да я их перестреляю сейчас у меня на на костюм в общем максимум брони кошмар мне кажется мне кажется прикол с оптимизацией честно говоря потому что ну потому что есть как бы системные требования и системные требования и там для высоких для вот этих на которых я сейчас играю они гораздо ниже есть еще враги или нет не понял они гораздо ниже типа моего железа и при этом как вы видите типа ну высокие и не то чтобы супер супер стабильно работают так что даже не знаю недостаточно энергии мне кажется есть здесь какие-то свои особенности мы с психом идем к источнику сигнала номер впереди корейский кпп тебе придется с ним разобраться принимай координаты энергии то нет он еще жив и я патрона мы берем кстати где 100 лет можно взять я же не получу урон я жену я же величайший так там враги их можно отмечать или что реально может пошли к черту твою мать пальмы не надо ты под обстрелом включи режим защиты а будет это прикрытие какое-нибудь украшает он 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 что здесь прицел господи попал понял пророк ну да и дайте кадры скиньте мне в комментарии кадры фоки высокие просто 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 обычные высоким выглядит круто кстати она это вот из-за вот этого если сейчас морю сюда тут 60 смотрю сюда смотрю налево где кучу пространства в растительности там конечно начинается жесть как же вы долго живете горюш энергии то нет снял возможно они хотели передать максимальный экспириенс того это какой-то тысячи седьмой типо 2007 год ребята захотели повторить опыт игровой того времени причем я пробовал снижать даже разрешение монитора поставить не 2к full hd и разница минимальная они видят кстати меня абсолютно везде так для понимания недостаточной энергии он мне спиной увидел прикольный стаус эти рекомендую умереть маскировка максимум брони это что-то игра пытается намекнуть что стелсить надо я читаю а портун здесь для этого не вижу дайте папа патроны под контролем полным причем припасов а их восстановить то есть типа никак нельзя да недостаточной энергии номер поступило сообщение что штаб корейцев находится на восточном мысу ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях передаю координаты понял что там не выполнено вы видите строгие акте он там был так штаб дополнительно проникните в штаб прорывте через колески кпп но мне в любом случае идти туда у нас на пути корейский кпп прорваться будет непросто собери все гранаты которые сможешь найти максимум брони и достаточной энергии такой ну устреляем с коллажа как бы потому что что вариантов а я могу ставить все я понял я могу ставить в принципе любое любые модули на любое оружие которое найду то есть я потом подобрал коллаж взял я показалась при этом смотри просто так они меня видят вообще за бесплатно то есть и меня обнаружить им не стоит ничего там спиной видят боком на 90 градусов там на 180 им плевать стоит включить маскировку я могу перед ними ей все что угодно делать вообще тут глушитель зато есть но блин глушитель и отсутствие возможности типа убивать людей что с тобой не так друг недостаточно энергии смотри сколько я в него стрелял маскировка включена максимум брони и достаточной энергии и достаточной энергии и достаточной энергии до одновременно советую включить маскировку и пробраться туда незамеченным выглядит игра классно единственное я не вижу здесь вот это все железо вот правда это прям для меня вопрос пока что в моделях и текстурах в освещение рейтрейсинг вообще ничего не меняет теперь этом сравнивал фпс разными настройками рейтрейсинга вообще нет разницы они просто сквозь вообще листву энергии то нет причем вот казалось бы где где здесь фпс странно очень странный ремастер ну камушкина я же прыгаю очень очень круто профессионал настоящий а понимаю так стрелять сомнительная идея я там руку как собака вы корейцы вам лучше знать не спорю я там руку как собака вы корейцы вам лучше знать не спорю так что это просто коробка у вас нет патронов серьезно так мы прорвались и что мне это дало мне это дало то что здесь просто нет кадров например это высокие это высокие я хочу кое-что попробовать с пистолета как всегда стрелять неудобно практика любой игры тачками не раздражает другой вид он куда и очень круто ты конечно стреляешь попадаешь прям вообще профессионал настоящий дострелялся так сейчас мы сохранение получим я хочу кое-что попробовать может быть немножко получится поправить ситуацию я не уверен пророк я в связном фургоне проверь терминалы попробуй войти в их тактическую сеть понял вошел копирую данные у меня иду к месту встречи отлично но вот все конечно попробуем может быть лучше но не уверен судя по этим данным они эвакуировали все гражданское население за считанные дни что же они скрывают черт возьми кроме того этой операции командует сам генерал рич хан кон думали будет легко не тут то было кон серьезный противник а еще с ним элитное подразделение корейского спецназа не лучше не стало типа вообще не стану вообще лучше по моему даже хуже стало да 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 это еще раз просто это высокие боюсь представить очень страшно что там нужно чтобы это работало стабильно маскировка включена есть враги недостаточной энергии ну вот вот в этой местности сейчас 40 фпс просто 40 даже если я убью такую типа разрешение до 1080 20 фпс сверху не появятся это вообще маскировка включена просто потому что это так не работает там будет чуть 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 может быть пять попробуй прорваться с помощью гранат но но не 20 недостаточной энергии маскировка включена это 20 83 так 1 2 3 головы я так и не понял где он там говорил про гранаты поэтому глушитель стоит маскировка включена недостаточной энергии приготовились а вон сверху мужик стоит ну вот быстрее иди сюда ты должен это видеть что там у тебя пророк сам уйдешь рассказывать бесполезно все равно не поверишь понял иду я тут аккуратничаю вообще-то а подожди а подожди а мне туда мне туда недостаточной энергии ты твою же мать Вовремя ты пришёл Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой Похоже, мы в тупике Да, со штабом связи больше нет На острове слишком сильное статическое поле Эй, босс, смотри сюда Хорошая карта Смотри, район выделен Похоже, раскопки были именно в этой долине А ты уверен? Я нет, но это всё, что у нас есть Надо идти Я никуда не пойду, пока ты мне всё не расскажешь В сказки про найти и спасти я больше не верю Ага, интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно, похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику Я уже рассказал вам всё, что нужно Полная чушь, и ты это знаешь Астек мёртв А мы даже не знаем, что его убило Я сам видел, босс Его разорвало напополам И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами Шут прав Если бы Розенталь был простым придурком Нас бы тут не было Заволчи, псих! Вы все всё знаете Задача найти людей Этим мы и займёмся Выходим немедленно Это приказ Что-то есть! Свою мать! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперёд! Ну, ну! Видишь его? Так, живо! Куда он ушёл? Сюда! Вперёд! Ну! Недостаточная энергия Понимаю Ладно, наконец-то мы вышли в зону, где есть фпс Спасибо неведомая хрень тебе за это Мертв, сукин сын Черт возьми! Что это было, босс? Нас раскидало как мух Если бы я только знал, честное слово Отойди, я его уничтожу Прощай, друг Летим в оба, впереди штаб корейцев Твою мать, ну ты прикалываешься, что ли? Псих, прикольно Понял, номат, иди со мной Черт возьми, вокруг одни трупы Похоже, все чисто Иди к фургону Я сейчас попробую влезть на канал коллекции Да ну это невыносимо просто Вот так, вот смотрите, сейчас Сейчас будет иллюстрация того Что делает Крайзис с вашим компьютером Кто-то из людей разомтали Номат, иди в разведку Рассмотри деревню и узнай как можно больше Я останусь тут и прослежу за развитием событий Приоритет заложник, ясно? Ясно Все в тебя прикроют, когда закончим Так, я так понимаю, это началась Отчасти следующая миссия Я думаю, что тогда на этом мы с вами пока закончим Я, честно говоря Я планировал полное прохождение сделать по этой игре Но, блин, оно прям катастрофически плохо работает Оптимизировано и вообще, то есть Вот в таких местах 40 фпс На высоких настройках С учетом того, что системные требования Гораздо, опять же, ниже, чем То, что у меня Вот эти, кстати, настройки Это то, что, типа Оптимальная конфигурация у меня там до этого Но определение сделала Это было вот Вот это, то есть Все на высоком Как бы без размытия Которое опять почему-то, как видите Включилось само по себе И не знаю, на самом деле Это, мне кажется, совсем какое-то не дело В это очень больно играть То есть тут Для того, чтобы было лучше Надо ставить вообще Средние, а то и Давайте даже посмотрим Чисто ради эксперимента Что я могу сказать, господа Да, проблема найдена Проблема официально найдена Есть некоторые особенности Этой игры И работы рейтрейсинга Потому что я крутанул настройки На средние И у меня стало резко 130 фпс И я такой Так Интересно Посмотрел, что же это может быть На данный момент У меня стоят все те же самые настройки Что у нас стояли до этого То есть все высокие Но без рейтрейсинга И у меня 100 фпс Рейтрейсинг Ребята оптимизировали Крайне круто Настолько, что Если ты его полностью выключаешь То игра показывает тебе На 40 фпс больше Что просто титанические Титанические цифры Это косяк Оптимизации Очень серьезный Что интересно Получается, что в эту игру Нормально по-человечески С рейтрейсингом Поиграть не получится Потому что Ну вот я говорю Стоит его включить И фпс просто пропадает В ноль Но теперь игра Работает стабильно От 100 до 60 фпс Как бы опять же В зависимости от того Куда смотрю Вот Поэтому Следующая серия Наверное пройдет Уже более-менее плавно Потому что Рейтрейсинг я включать Ни под какими Обстоятельствами не будут Возможно Они их конечно потом Что-нибудь и подкрутят Но пока что Игра с рейтрейсингом Крайне нестабильна И им нужно это чинить А мы на этом с вами Ну и пока что закончим Поэтому Если вам понравилось Это видео Поставьте лайк Прокомментируйте И подпишитесь на канал Если вы еще не подписаны А также не забудьте Нажать Это кстати Вам нельзя видеть Поэтому давайте Не будем Увидимся с вами В следующей серии Всем пока